Всем привет! Уже начался разогревочный раунд на Reflex Race World Cup и я хотел бы с вами поделиться своими впечатлениями и немного рассказать об этой игре, так как принимаю в нем участие и буду делать обзоры. Расскажу вам немного о физике и свое мнение по поводу мода. Поехали! Вообще, я считаю, что Reflex Race одна из лучших попыток создать альтернативный тыфрак. Приятная физика, интересные механики, прикольные текстуры в минималистичном стиле и, кстати говоря, даже есть внутриигровой эдитер карт, который позволяет делать карты не в одиночестве под грустную музыку, а целой компанией и тут же их тестировать. Но давайте перейдем ближе к делу. Продолжение следует... Точнее, не естественно, а кнопка вперед. Боковыми кнопками, боковыми стрейфами тоже можно поворачивать, но поворачивает он медленнее и тут вопрос индивидуальности карты, где вам будет выгоднее повернуть так, а где сяк. Но кнопка вперед можно просто нереально быстро поворачивать. Если еще и чувствовать этот момент, то это, конечно, очень юзабельно. Скимы есть, есть, как многие, возможно, слышали, есть трипл джампы. Здесь можно делать хоть сколько джамп, то есть вообще нереальное количество подряд прыжков. Но самый юзабельный трипл джамп. И подлетаем мы очень и очень высоко. Ракеты здесь почти точно такие же, как и в дефраге. Опять же, здесь все точно такое же, как в дефраге практически. И ракеты здесь немножко понерфленные, так скажем. Здесь они дают нам скорости максимум около 400 упсов. Есть и вон валбаги всякие, которые нас кидают. Подсебяшки вы сделать не сможете на большой скорости. И рж на большой скорости здесь из-за того, что пушка находится по отношению к хитбоксу модельки как-то кривовато после некоторых апдейтов. Здесь рж работает абсолютно не так, как в дефраге. И к этому нужно очень сильно привыкать. То есть вот так вот мы, я делаю рж, и видите, да, вообще ноль вообще реакции. Чисто мне 200 упсов дает, и все. Чтобы делать хорошее рж на высокой скорости, нужно чуть ли не перпендикулярно стрелять в стену. И тогда у вас что-то получится. Бустов здесь нету ни с плазмы, ни с ракеты, поэтому, собственно, по ракете все. Ракета здесь достаточно простая, и пушка меняется почти как в ЦПМ здесь. Плазма здесь, как в Coil Race, грубо говоря, с квадом. Углы от стрела также немножко дисторшнутые, если так можно назвать. Из-за тех же апдейтов. И как в точности эти углы находить, я сам пока что не знаю. С плазмой особо не стрелял. Но то, что с ней можно подниматься бесконечное количество времени, это, как бы, мы уже видим неплохо, невооруженным взглядом. Есть такие же и такие вот валбаги на кривых стенах, но это только из-за того, что... Это в основном здесь, потому что у нас это импорт из Дефрага. Я специально на ней показываю, потому что здесь и все пушки, и все есть. Ну и гранаты здесь с точно таким же таймингом в 3 секунды взрываются и подбрасывают. Раз, два, три, бум. Все. Есть также кастомизация. Тоже достаточно прикольная. Можно выбрать первый цвет, можно выбрать второй цвет, выбрать имя также здесь можно. Меняется полностью внешний облик. Можно поменять пушку себе на любую. Пушки выбиваются у нас с лутбоксов, которые вы получаете по мере игры. Раз за два в неделю рандомно выпадает какой-то бокс, насколько я успел узнать. Поменять можно голову, и совы тут, и обезьяны, и кто угодно вообще тут есть. Можно сделать даже себе какого-то терминатора. То есть, в целом, по кастомизации тут достаточно прикольно, интересно. Пушки также имеют свои скины. Они все примерно одинаковые в том смысле, что нету прямо разнообразия. Вот, допустим, полигональная граната и полигональный дробовик, к примеру, да. Также полигональная плазма и вот это все. То есть, особо здесь разнообразия нет. Такая вот небольшая экскурсия в рефлекс-арену. Если вы хотите узнать чуть больше, ссылки на дискорд, турнир и стим, где вы можете приобрести эту игру, в описании. И не забывайте стараться лучше. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...